Идет Новый год, праздник по еврейскому календарю, еврейский праздник. И я хотел бы задержать еще немножко ваше внимание, предоставить слово нашему брату Николаю. Спасибо, дорогой пастор Андрей. Шалом, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Церковь. Хочу напомнить людям, которые смотрят эту трансляцию, что эта церковь интернациональная. И слава Богу, в этой церкви есть представители разных народов. И мы празднуем разные праздники, особенно библейские, праздники Господни. И этот праздник Роша Шана в Библии указан как праздник Йом Труа. Это праздник трубного звука, день трубления в шафар. Можно несколько вариантов перевода. И поэтому мы хотели бы вначале сказать о сути этого праздника Роша Шана, Нового года. Это не совсем тот Новый год календарный, к которому мы привыкли, с Дедом Морозом. Дело в том, что в Роша Шана Господь, в Библии так написано, что Господь судит каждого человека и все народы по их поступкам, по их мыслям, по их словам, по действиям. И выносит свой приговор, какая будет у каждого человека или у народа запись на следующий год. Запись в книге «Жизни на небесах». Поэтому очень важно в этот день, очень важно... Это уже похоже на Новый год календарный, да? Приближается Дедушка Мороз! Аллилуйя! Надик, а можно тебя пригласить сюда? Это была... Да, это была такая... Иди сюда, Надик. Друзья, благословен, блажен народ, который слушает, слышит и внимает трубному звуку шафара. Пожалуйста. Он ходит во свете лица Господа. Аллилуйя! 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 Дорогие друзья, вот когда иудеи и евреи слышат трубный звук шафара, в них утверждается власть могущего Бога, власть во всех сферах, во всех сферах каждого человека, во всех сферах народа. Очень важно переосмыслить во время этого праздника, оценить свою жизнь, как мы жили, попросить прощения у Господа, у людей. И войти в следующий год очищенными, освященными, начать жизнь в белых одеждах, начать этот год в белых одеждах. Вот мы, знаете, когда мы в прославлении пели «Очисти меня, очисти Духом Святым, напои живой водой Духа Святого». Вы знаете, мы вчера праздновали этот, два дня празднуется день в солнечном берегу, вчера было много людей, больше 50 человек пришло, и была молитва покаяния, такая массовая. Много людей вышло на молитву покаяния, и вот меня во время прославления, знаете, вот коснулся Господь моего сердца. И я хочу сказать, вот когда мы прославляем Господа, очень важно вслушиваться в слова, чтобы эти слова проходили через наше сердце. И тогда у нас, ой, такое прославление было сегодня замечательное, настоящее новогоднее. И я бы хотел, дорогие, дорогие братья и сестры, призвать, вот переоценить свою жизнь, пересмотреть, может быть, где-то пересмотреть ваши приоритеты, ориентиры, все-таки сориентироваться на Господа, на упование на Него. И хотел бы благословить вас по-еврейски аароновым благословениям. Аароновое благословение тоже важно принимать, знаете, как Божье лекарство. С пониманием, что это. Вот нашего Господа, наш Господь, Ишуа Мессия, Иисус Христос, Он на 100% Бог и на 100% человек. Но и Библия называет его нашим первосвященником. Мы не умоляем его достоинства Божьи, но первосвященник, это важно, что у нас есть доступ к нашему первосвященнику 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Представляете, доступ к первосвященнику. Такого не было в Старом Завете. Там были единичные дни, можно было и то, можно было только приблизиться к первосвященнику. И я вам хочу сказать, что Ишуа Мессия, Иисус Христос, выполнил весь закон. И хотя он говорил на армейском языке, скорее всего, но молился он на иврите. Молился на иврите и читал Торы на иврите. И благословлял своих учеников наверняка на иврите. В книге числа 6 главе есть такое указание Господа. Господь сказал Моисею, передай первосвященнику Аарону, так благословлять бы на Исраэль, детей Божьих. И вот хотелось бы благословить детей Божьих, как благословлял Иисус Христос, своих учеников на иврите, вот этим аароновым благословением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Аллилуйя! И дорогие братья и сестры, и те, кто смотрят трансляцию, всем желаем, есть такое пожелание еврейское, всем желаем в новом году быть главой, а не хвостом. И вот в продолжение проповеди нашего драгоценного пастора, Романа, хотел бы сказать, да, кушайте побольше слоу Божьей, побольше двигайтесь, побольше двигайтесь для нашего Господа. Бешем ешуах аминь! 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 Шанату вау метука, всем сладкого благословенного Нового Года! Аминь! Аминь! Спасибо большое! Спасибо за...